Я, кажется, что-то нашёл. Надо раскапывать как можно скорее. Сегодняшняя дата почему-то. Есть тут кто? Жители! Житель! Ё-моё, никто не откликается. Нужно копать. И копать как можно скорее. Лопата на готове. Аккуратненько выкапываю по бокам. Доски какие-то. Чё за чертовщина? Помогите! Помогите! Зовите пикселя! Срочно! Ребята, давайте быстрее. Не отстаём, не отстаём. Слишком мало времени. Как вы уже догадались, наша группа тоже выдвигается на поиски того самого жителя. В надежде, что у нас получится сделать это максимально быстро. Каждый из носатых вооружился необходимыми инструментами. А я, ребята, ничего по сути не брал. Потому что прямо сейчас я нахожусь в креативе. И по сути всё это бесполезно. Да, кстати, пока у меня есть время, я зажигаю огонёк на ваших экранах. А именно показываю три комментарии с последнего видео, которые не набрали ни единого лайка. Ну и, конечно же, по старой доброй традиции я хочу вам напомнить, что попасть в завтрашний ролик очень-очень просто. Достаточно прямо сейчас опуститься под это видео и написать любой интересный комментарий. А нам необходимо продолжать наши движения, ребята, по этому лесу. Мы решили сначала пойти в эту сторону. После чего сделать небольшой разворотик и прогуляться на берегу этого болотца. Носатые, давайте немного рассредоточимся по территории. Осматривайте каждое дерево, каждую травиночку в буквальном смысле. Нам необходимо найти хотя бы какую-то зацепку. Надеюсь, мы на неё нападём. Телефон звонит. Вот же ё-моё, я его дома, походу, забыл оставить. Где он тут у меня, подождите-ка. А, вот он, вот он, родимый. Так, а кто мне, кто мне звонит-то? Житель. Житель, кстати, из второй группы. Из той самой второй группы, ребята, которая отправилась в другую сторону. И чё я тяну, блин, а если не нашли что-то? Или того хуже, в беду какую-то попали. Алло, алло, житель, слышно меня? Блин, походу, не слышно. Сейчас я, житель, сейчас я на дерево залезу. Вот так, вот так слышно? Так получше? Да, да, Пиксель, так гораздо лучше слышно. Связь очень плохая. Беги скорее сюда. Мы очень и очень страшную вещь нашли. Какую ещё страшную вещь? Подожди, походу, опять прерываешься. Ещё выше поднимусь. Где вы находитесь-то? Помнишь, возле нашей деревни есть такая яма под дубом? Иди в ту сторону. Ничего точно не перепутаешь. Мы прямо тут. Скорее беги сюда. Окей, правда, мы тоже только что вышли на поиски. Но, видимо, у вас там действительно что-то интересное. Давай, житель, мы скоро будем. Так, ребята, сбрасываю. И начинаю потихонечку спускаться с дерева. Носатые побежали скорее за мной. Там действительно что-то важное. А что там такого важного, Пиксель? Ты хотя бы узнал, вдруг это розыгрыш какой-то. Нет, я, конечно, всё понимаю. Розыгрыши в нашей деревне это явление довольно-таки частое. Но не в такой же сложной ситуации заниматься вот такими вот дурацкими пранками. Я уверен, что носатые нашли что-то действительно интересное. Возможно, какую-то зацепку или что-то подобное. Самое главное, ребята, здесь не запутаться. Потому что яма вроде как ко дна. Знаете, под тёмным дубом была. Где-то возле... Где-то возле вот этих вот домиков. Если я не ошибаюсь, где-то приблизительно в этой стороне. И я вижу головы носатых. Вот они. Вот они, родимые. Привет, носатый. Чё у вас тут? Я даже... Я даже не знаю, как тебе объяснить. Тебе лучше пониже спуститься. Да чё вы за интриганты-то, блин? Ладно, спущусь пониже. Носатый. Фух, чё случилось? Ты мне звонил. Пиксель, ты чё, серьёзно этого не видишь? Ты ниже посмотри. Не издевайся, пожалуйста. Ниже посмотреть... Ладно. Ё-моё, это... Это чё такое? Житель деревни номер 13. Вчерашняя или сегодняшняя дата. Носатый! Ты как тут оказался? Пиксель. Пиксель, хорошо, что ты пришёл. Это просто ужас. Я пролежал. Я пролежал под землёй около 24 часов. Это ужас. Это сделали гриферы. Самые настоящие гриферы. Они завтра. Завтра нападут на нашу деревню. Её нужно защитить, Пиксель. Защити нашу деревушку. Подожди, подожди, подожди. Отчего защитить? Я вообще ничего не понимаю. Это как будто бы в каком-то фильме происходит. Отчего защитить? Как они нападать-то собираются? Огромный толпой, Пиксель. Сначала они хотят окружить всю нашу деревню в огромный круг из динамита. А потом всё это подорвать. Установи какую-то стену. Спрячь деревню в невидимый купол. Не знаю, придумай что-нибудь. А мне... А мне нужно в больницу. Конечно, конечно, житель. Мы всё сделаем. Я надеюсь, вы носатый уже вызвали скорую или что-то подобное. Конечно, Пиксель. Скорая уже едет. Давай вторая группа останется здесь. А ваша первая группа займётся защитой нашей деревни. Идея, в принципе, очень даже хорошая. Житель, обязательно, обязательно держись. Ты точно выкарабкаешься. А вы присмотрите за ним. А нам необходимо двигаться в сторону деревушки и действительно заниматься её защитой. Судя по всему, ребята, эта история приобретает всё новые и новые краски. И то, что я вам и говорил. Пост-администраторы, это не какие-то шуточки, ребята. Здесь всё очень и очень серьёзно. Носатый, пока я буду заниматься защитой деревни, ваша задача оповестить всех жителей о грядущей опасности. Давайте, я в вас верю. Ладно, Пиксель, хорошо. Нужно какое-то убежище тогда построить. Мы с ребятами об этом позаботимся. Самое главное, оповестите всех жителей. А я вместе с подписчиками буду думать, как защитить нашу деревню. И кажется, у меня уже появилась, ребята, небольшая, но всё-таки идея. И эта, ребята, мысль связана вот с этой вот огромной статуей. Не просто так она тут установлена. Само собой, гриферы придут сюда для того, чтобы уничтожить нашу деревню, ребята, и стереть её с лица земли. Но, как вы понимаете, самое важное, это защитить жителей этой самой деревни. Все вот эти вот домики, грядки и так далее, всё это можно восстановить, ребята. Даже с помощью того самого креатива. Благо, как вы понимаете, он у меня есть. Но вот жители деревни должны быть в стопроцентной безопасности. Именно по этой причине я хочу построить то самое убежище, ребята, в этой статуе. А именно в голове вот этой вот прекрасной и милой свинки. Мало ли, гриферы захотят разрушить и эту прекрасную постройку. Поэтому, ребята, к своей голове, к своему телу и к своему скину я даже не буду прикасаться. А вот свинку в случае чего они вряд ли тронут. И это, ребята, прекрасный повод для того, чтобы организовать тут небольшой бункер. Самое главное для начала всё подготовить. Для этого мы, конечно, вооружаемся вот таким вот прекрасным админским топориком. Выделяем первую точку, летим, ребята, в противоположную сторону. И вторую поставим примерно где-нибудь вот тут вот. Замечательно. После чего прописываем волшебную команду set0. И у нас получается вот такое вот прекрасное, ребята, пустое место. И заодно мы можем рассмотреть все внутренности этой постройки. Буквально несколько секунд у нас точно на это есть. Но само собой, ребята, чтобы убежище было очень-очень крепким, нам необходимо с помощью того самого топора и админских команд очень сильно его укрепить. А именно, ребята, закатать тут всё в бедрок. Ещё, ребята, одна волшебная админская команда. И вуаля. Абсолютно со всех сторон бедрок установлен. Нам остаётся лишь добавить, ребята, его внизу. Вот здесь вот на полу, конечно же. После чего подняться, ребята, повыше и добавить его на крышу. Чтобы если гриферы начали, ребята, закидывать нашу деревню динамитом со всех сторон и даже задели мою статую, она никак не сможет пострадать. И жители точно останутся целы. Бедрок на крыше тоже установлен. И теперь нам необходимо, ребята, набросать сюда каких-нибудь кроватей для того, чтобы жители, конечно же, безопасно, но и самое главное, комфортное, провели, ребята, здесь своё время. Открываем свой инвентарь и ищем, ребята, что-то действительно интересное. Конечно же, кроватки, как я и сказал ранее. И нам понадобятся ещё какие-нибудь печки, верстаки, сундуки и так далее. Для хранения вещей, для крафта этих самых вещей, ну и, конечно же, для приготовления пищи. Жителей в моей деревне довольно-таки немного, но кровати, ребята, я установлю с запасом. Мало ли что. Может, они друзей своих позовут, может быть, какие-то носатые прибегут из соседней деревни. Нужно, ребята, всё подготовить. Офигеть, у нас, конечно, бункер сейчас получится. Устанавливаем всё, конечно же, ребята, симметрично, чтобы это ещё смотрелось здорово. Так, сюда кроватку, сюда, и сюда устанавливаем последнюю. Теперь к каждой кроватке, ребята, подсоединяем вот такую вот импровизированную печку, и, конечно же, с противоположной стороны, ребята, устанавливаем верстак. И остаётся добавить немножечко сундуков. И, господи, вы только посмотрите, насколько уютно это смотрится. Как какое-то очень маленькое, но одновременно с этим очень безопасное общежитие. И так, ребята, мы делаем абсолютно возле каждой кроватки. Вуаля, ребята, как-то вот так вот у нас с вами получилось здесь всё организовать. Теперь остаётся последний, но не менее важный шаг. Нужно уделить немного времени безопасности нашей деревушке. И, конечно же, поднять всех жителей в наш, ребята, очень секретный бункер. Для этого, ребята, мы сейчас сделаем несколько шагов. Первый это как раз-таки безопасность деревни. А именно, огромная стена, ребята, которая уже не один раз выручала нашу деревню. И я надеюсь, в этот раз всё тоже будет замечательно. С помощью того самого, ребята, небезызвестного топорика, устанавливаем первую точку. И вторую, как вы уже догадались, устанавливаем с противоположной стороны. И здесь, ребята, будет очень и очень безопасно. Я сейчас подниму эту конструкцию на несколько десятков блоков вверх. И, конечно же, на несколько десятков блоков вниз. Поднимаем всю эту конструкцию блоков на 20. А также, ребята, опускаем её на такое же количество. После чего обращаемся к той самой админской команде, ребята. И получается у нас примерно вот так. Вы только посмотрите. Вся деревня окружена железными блоками. И вся эта конструкция углубляется ещё и ниже. Я вам даже прямо сейчас это продемонстрирую. Сколько бы я ни копал, ребята, нас везде сопровождают эти железные блоки. Полностью, конечно, не защитит, ребята, но заметно замедлит этих самых гриферов. Теперь остаётся последний шаг. Нужно поднять всех жителей в наш, ребята, безопасный свинобункер. Хе-хе, свинобункер, смешное название. Здесь, по сути, нет ничего сложного. Их, ребята, можно либо одной командой телепортировать. В... вы слышали это? Довольно-таки неслабый взрыв. Прозвучал где-то прямо за моей спиной, в стороне леса. Само собой, ребята, прямо сейчас я бегу в ту сторону. Я просто обязан проверить, что это было. И тут, ребята, взорвалось несколько динамита. А это значит только одно. Жители! Жители моей деревни! Срочная эвакуация! И, похоже, ребята, их нужно телепортировать. Нападение на деревню жителей номер 13 уже началось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok